Секреты душевного спокойствия С вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Макту Сайфы И мой такой ресторан Ла Кафе Де Бьюти, творческая студия позитивного мышления, силы и позитивные мысли Татьяна Салмановна Макту Сайфы У меня такой завтрак, завтрак, изучаем, изучаем тему душевное спокойствие Кашка, варила я себе на завтрак овсяную кашку Ох да, овсяная кашка, овсяная кашка очень полезна Для организма овсяная кашка очень полезна Надо было, конечно, попробовать, доварилась она Потому что бывает быстрого такого приготовления А у меня на таком и не совсем быстрого приготовления Потому что эти такие овсяные хлопья Сейчас я вам покажу кашку Как же вам показать кашку? Мне нужно поднимать, может быть, как-то так это экзотически Интересно, как вам показать мою кашку Интересно, будет видно вот так вот, или я вам покажу? Кашку показать, овсяную Или все-таки как-то нужно понять Обычно я как-то вот Приподнимаю Ну хорошо, давайте, давайте Я приподниму, покажу Хотя здесь нужно еще свет Да В общем, овсяная кашка Чай с бергамотом Ну что? Мы изучаем материал, как если поставить лучше съемочку Понимаете, если такой вечерний свет А у тебя салмана любит вечерний свет А у тебя салмана любит такой вечерний Тогда как же я тогда буду здесь получать Если я поставлю мой свет Сюда, потому что мне считать Мне нужно читать У меня же такая очень лампочка 40-40 ватт Вы поняли, да? Как-то мне нужно Представляете, вот я вставлю сюда Если лампочку я сюда вставлю Тогда что будет? Мне нужно читать С компьютера Или сюда поставлю Это салмана Свет надо было, конечно, наладить Как светорежиссер Чуть раньше Чуть раньше Чуть раньше Надо было свет наладить Как светорежиссер Ну что, я такая Прям такая В свете Ох, да Это вторая серия Это 8 минуточек позитива Со мной Статьяна Салмановна Мактум Саин Фудзин Имейте ввиду Первую серию Смотрите Я уже ее отсняла Это вторая Номер 2 А еще немножко Маслица добавлю В кашку Немножко маслица Ну, свет я, видите, поставила Сейчас буду кушать Вот такой А, такой завтрак По-королевски Если вы думаете Что королевские Особо не едят Овсянку Вы ошибаетесь Овсяночка Очень полезна На чем я остановилась А на моей книжке Я автор книги Детальная психология денег Теперь это богатство И процветание Я рассказывала Про Джона Рокфеллера Я пишу о нем В своей главе Королевское спокойствие Что он никогда не нервничал Не повышал голос А вывести из себя Его было практически невозможно Что я, честно говоря Первый раз вообще Такое слышала Я считаю, что Он каким-то был Наверное, очень супер уникальным Вот Но, прочитав его Часть его биографии Я так понимаю Что это было связано С духовными законами И верой его в Бога Так что вот Потому что Когда он сказочно Разбогател И его спросили Как он смог достичь Такого богатства Он был богатейшим Человеком Своего времени Он сказал, что бог дал ему Его деньги Так что вот Вот такие вот дела Вот И, конечно, я хотела Душевное спокойствие В рамках моей творческой студии Рассказывать о душевном спокойствии И читать отрывки из книги Джозефа Мерфи Одного из моих любимых авторов Вот Но Открыла Открыла интернет Вела такое душевное спокойствие И у меня открылся Яндекс Дзен 13 секретов душевного спокойствия Так что вот Эта статья Яндекс Дзен Я ее читаю И сама Я ознакомлюсь И вас ознакомлю Так что вот Такие вот дела Ну что, поехали? Сенфалман Все, кушать Потом это Ну, немножко Давайте Душевное спокойствие Необходимые условия счастья И получения удовольствия от жизни Душевный покой Величайшее благо Но не дашь судьбы В результате А результат Коропотливой работы Над собой Многие ищут Душевное спокойствие Во внешнем мире А не в себе Но вряд ли найдут Если же люди будут Искать покой в себе То найдут его Даже при Самых Неблагоприятных обстоятельствах Вот такие вот дела Читаем дальше Если покой Приобретается Ценой отказа От развития Такой покой Немногого стоит Необходимо научиться Сохранять покой В постоянном движении В постоянном движении Умение человека Обрести И сохранять душевное спокойствие Главный показатель Того Насколько он успешен Как личность О степени душевного спокойствия Человека О степени душевного спокойствия Человека Можно судить Только тогда Когда он Окажется В сложной ситуации Сразу Становится ясно Сохраняет он Спокойствие Или срывается Сталкивается С неприятными ему людьми Или обстоятельствами Следует иметь ввиду Что некоторые люди Сознательно Действуют Окружающим На нервы Чтобы тем самым Обессилеть их Раздраженный человек Которого вывели из себя Создает много шума Но в этом шуме Нет конструктивной И созидательной энергии Спокойствие Не означает Отсутствие эмоций И безразличие к тому Что происходит В жизни Душевные Душевные волнения И переживания Присущи всем людям Без них жизнь Теряет свой вкус И аромат Но Эффективно Отстаивать Свои права Может быть Лишь Делая это Спокойно Уверенно И с достоинством Если действия Будут четкими И продуманными За ними Будет стоять Сила Спокойные люди Как правило Принимают Взвешенные решения Они Не растрачивают Энергию На беспорядочные Мысли И бездомные Поступки Они Достаточно Активны И бодры У них есть Цели И решимость Их добиться Но они Не смогут Но они Не пойдут На пролом К своим целям А будут Действовать Обдуманно Избегая Крайностей Не отвлекаясь На мелочи Секреты Душевного Спокойства 13 секретов Душевного Спокойства И первым Секретом Душевного Спокойства А у меня Уже больше 10 минут Пошло Вообще Это хотела 8 минут Мы сейчас Делаем 18 Минут Значит так Секреты Душевного Спокойства Первое Первый секрет Душевного Спокойства Как нам Говорит Янтекс Цен Принятие Себя Общества И мира В целом А второй Секрет Душевного Спокойства Это Дружелюбное Отношение К людям И умение Прощать Третье Секрет Душевного Спокойства Это Самообладание И самоконтроль Давайте Кашки К завтраку А то Уже Кашка Начала Остывать Секрет горяченькую, горяченькую и вкусно, сейчас тепленькая стала. Ну что, третий секрет душевного спокойствия, самообладание и самоконтроль. Четвертое. Принятие полной ответственности за свои реакции и обстоятельства. Такая слита, я просто списком. Вот такие вот дела. Сейчас один момент. Принятие полной ответственности за свои реакции. Может быть, немножко еще больше масла это добавить. Сейчас буду варить, буду готовить себе щи. Сейчас поставлю, помою кастрюльку, поставлю. А, на этой кастрюльке я вчера жарила такую лепешечку, лепешечку. Сейчас я там вот этого теста сделаю себе эти клетки. Клетки. Там тесто осталось, он более-более густой будет. Сделаю себе клетки. Вот, в кастрюльку помою, поставлю вариться красную фасоль, и на красной фасоли сварюсь без щи. С капустой, с лучком, пожарный лучок. В общем, красная фасоль, овощи. Ну, в общем, что, и пятое. Пятый секрет душевного спокойствия – это творческий подход к жизни. Шестое – это юмор и смех. Ну, это наш любимый. Это юмор и смех. Так что, вот. Да, кстати, смехом можно даже, знаете, негатив, а как-то вот это, очистить негатив. Негативные вот эти вот, да, юмор и смех. Что там следующее у нас? Седьмое – правильная оценка ситуации и ее принятия. И, кстати, пользуясь возможностью, благодарю Глеба, который перечислил на мой… Я, кстати, писала, что эта карточка у меня заблокирована, я даже не знаю. Какой-то волшебный Глеб из Москвы. Ах, ну да, такой волшебный Глеб из Москвы. Я вам передаю привет. Вот. Я написала, что карточка… Ну да, этот номер карточки. Вы же перечислили не на ту вторую, а вторую вы не знали, я вам не посылала. Я вам в общем доступе, мою другую банковскую карточку, Бэйнков, Тинькофф, я не публиковала. Значит, волшебный Глеб из Москвы смог перечислить на заблокированный номер карточки мне 340 рублей. Значит, можно перечислять. Так что, дорогие друзья, you're welcome. Так что, даже на тот счет, который я публиковала, ну, Глеб же перечислил. Он вообще какой волшебный. Он перечислил, я написала, что она правда у меня заблокирована, но этот счет как бы есть. Я им пользуюсь, я там еще должна, мне сегодня смс прислали. Я там еще 1000 рублей осталась, даже у меня 1400 там было. Еще 1000 рублей с копейками по кредитной карте. Это мой платеж такой ежемесячный по кредитной карте. Я немножко просрочила, так что вот. Они мне прислали такое, знаете, на Christmas time пугающее смс. Вот такие вот дела пугающие, чтобы я тут еще оплатила. Чтобы я не расслаблялась. А вообще волшебный Глеб, мало того, что на эту карточку заблокированную Бенков Тинькофф перечислил 340 рублей, так он еще написал мне в комментах. Я написала, что по сигналам, судя по сигналам тела, судя по всему, я не поеду. Я вообще продаю мою квартиру, мой Эйлинг, собираюсь уезжать в Саудовскую Аравию. Я написала, что судя по сигналам тела, наверное, я не поеду. Так что вот. Но он написал в комментарии. Как же он написал? Надо посмотреть этот комментарий. Мы поможем. Как-то он хочет помочь. Ну да, он даже стал там писать, как это визу, там чего-то ходить. Ходить в консульство не надо. Помни-то он мне стал писать, что там комент какой-то в консульство. Он хочет, чтобы я хотел, чтобы я уехала в Саудовскую Аравию. Такой вообще, знаете, вот найти кого-нибудь, кто ходит, чтобы, знаете, ну, на первую ходит, чтобы Татьяна Салмановна в Саудовскую Аравию уехала. Явно. Он написал мы. Он написал мы. Он собирается помочь. Глеб, а может вы найдете мне покупателей на мою квартиру, на мой эллинг, они оптом купят. И мы меня в Саудовскую Аравию отправим. Ну да. Ну, за что такое писала? Вообще, за всесущая дешевка. У меня двухкомнатная квартира на Календантском. 5 миллионов 800 тысяч рублей, я все очень хочу. 5 миллионов 800 тысяч рублей, сущие копейки. За эллинг, 4 этажа в Петергофе, я хочу 8 миллионов рублей. Есть же эти миллиардеры, которым вообще такая, фу, там вот это вот, там сразу, знаете, перечислят деньги, и все, в общем, как говорится. Просто я почитала в интернете, что там так везы не дают. Там нужно ли к родственникам, или рабочая виза, или там какие-то вот, там какие-то визы. Какую визу мне запрашивают? Там туристы. Я почитала в интернете, что туристических не дают. Ну, по какой я могу поехать, Глеб? Я могу, в принципе, поехать как туристы, остаться, это тоже, понимаете. Потом я не шпрехаю на арабском, никакой у них арабский, у них свой на какой-то язык. Так что вот. Ну что, к душевному спокойствию, или к этим, к Саудской Аравии. Ох, к этим золотым бриллиантам. Вообще, хочу сказать вам по секрету. Душевное спокойствие, плюс к этим тринадцати вообще всему, понимаете. Если вы не понимаете, что говорят, и язык жестов не говорит, а явно неприятнее, то на вас это никак не действует. Вы поняли, да, если вы эти языка не знаете, явной неприязни нет, и вы вообще не поняли о чем. На вас это вообще никак не действует. А если вы поняли, что говорят плохо, это каким-то образом воздействует на вас. Так что вот, такие вы дела. И, конечно, не знаю вообще ни одного слова, я не знаю, какой там язык в Саудской Аравии. Вообще не понимаю, ну там, надеются, они, наверное, очень продвинуты, они, наверное, говорят на английском. Я с ними могу на английском объясняться. Вообще страна очень специфическая, необычная, но отличается от России. Вот, очень сильная, я так понимаю. Вообще страна закрытая. Вы понимаете, я бы говорили, Глеб, не ходить, а я наоборот хочу прийти в это консульство посольства и наоборот обратить внимание. Ну, они там посмотрят за интернет, понимаете, что я взяла отчество Салмана Алсауда, сына короля Саудской Аравии. Так что вот, я думаю, им так будет любопытно на меня посмотреть. А Та Саудская Салмана думает, что они, как говорится, визы должны выдать автоматически. И сказать, понимаете, понимаете, там, когда узнают в этом конкурсе посольствия, то, знаете, когда сообщат туда вообще, в Саудовскую Аравию, я думаю, что шифровка будет обратно, понимаете, спецушку, что на самый первый рейс сажали в Саудовскую Аравию. Ну, там карантин еще нужно пройти, поэтому коронавирусом. Ну, да. Страна очень строгих нравов, там очень строгие, я так понимаю, восточные, понимаете, восточные мужчины, понимаете, восточные мужчины в этом королевском дворце, которые привыкли слышать только «да», понимаете, вот это вот, вы поняли, да, там, вот эти вот, нет, такого слова нет, они вообще, честно говоря, думаю, они вообще кто-то никогда не слышали, они вообще не понимают. так же, наверное, как в этом, как называется, в Бруне, понимаете, говорят один раз, вот это вот. Ну, что-то из психологии мне подсказывает, понимаете, как это, это еще с древних времен, знаете, как это, хлеба и зрелищ. Знаете, хлеба, ну, не хлеба, но не хлеба, знаете, а вот это, по типу, вот это черной икры и всякого всего по-королевски и зрелища, так что вот. Вот знаете, как я вчера рекламировала, моя проспируся, кошка проспируся, просто кошка говорящая, разговаривает мысленно. Понимаете, те люди, у которых практически все есть, которые наполняют, а, наполняют, вот, это Дубай, понимаете, вот, эти вот дома, дома, бассейны, водой, знаете, артезианских источников, понимаете, какие-то бассейны, которые наполняются, или что-то там их наполняется вообще ежедневно, этих артезианских источников, специальная вода ежедневно меняется, а он туда не приезжает никогда, понимаете, это о чем, это вообще о чем говорить, что вы можете вообще почти все позволить. не удивить, таких можно только чем-то уникальным. если вдруг он как-то вот с кошкой пообщается и поймет, что он разговаривает мысленно, вы поняли, да? он поймет, что она, как сколько там просперуси говорила, она стоит, она уже давно подорожала, вообще, вот это вот, ну, потерялась у меня просперуси, вот это да. просто не надо забывать, это отдельный, огромное количество людей на планете, но вот этот пласт людей, понимаете, королевских, вот этих королевских особ, а те, которые вообще закрытые страны, понимаете, там вообще закрытая страна, свои порядки, свои нравы, законы, они отличаются. сейчас Россия от Америки. ну, я не знаю, негативные сплетни мы с вами собирать не будем, вы не читали в интернете, что о них пишут, кого они там спонсируют и так далее, я немножко почитала, я, как говорится, сделала вид, что я этого не видела, так что вот, потому что, судя по всему, во что мне Салмана предлагал вложить в золото, а, в золото, золотые, понимаете, золотые люди близкие, вот это Анна, как люди, посолить все золотит, ну да. о, я знаю, этот Глеб хочет меня туда отправить и посмотреть, он, наверное, специально еще приплатит, чтобы посмотреть. ну, в смысле, в смысле, ну, вы поняли, да? что они мне скажут? ну, хорошо, не будем отвлекаться. душевная спокойствие, на чем мы остановились? свобода от негативных эмоций. десятое, одиннадцатое, позитивные мысли и настрой, вот, ох, и такая, с зонтиком в горошек, девушка улыбается, позитивные мысли и настрой. нет, я хочу сказать по секрету, я просто подумала, ну, что, в Дубай, может быть, лучше в Дубай ехать, а потом подумала, если я пойду в Дубай, мне придется, как это, в общем, вы поняли, да, там, вот это вот, как там, шейх Мухаммед, понимаете, там, вот это вот шейх Мухаммед, ну, я просто не совсем рассчитала, что в Сауфской арабе это король, также Салман, который еще старше шейха Мухаммеда, я не знаю, сколько мы там лет, вы поняли, да, кстати, он однажды был у меня даже во Фрэндах, когда вы говорите, что это были у меня фейки, еще что-то, вы знаете, вот это вот, создать страницу короля Сауфстской Аравии, вот эту вот фейковую, присоединиться к Татьяне Салмановне, а с какой целью, вы поняли, да, ну, всего у меня несколько, по-моему, один или два дня, у меня был, я там начала какой-то эротик выкладывать, как-то у меня страница это прикрылась, я стала выкладывать вот эту вот, секс в большом городе, с Саманту, с ее этими вот этими, я потом думаю, если он вообще посмотрит, думаю, страницу, вообще, я так вообще отличаюсь от этой Сауфстской Аравии, вот этого, все. Ну что, это одиннадцатая была, то мы с вами душевное спокойствие, Яндекс Дзен читаем, статью Яндекс Дзен, имейте в виду, двенадцатая, позитивная связь с высшими силами, во, во, позитивная связь с высшими силами, кстати, в книжке Джозефа Мерфи, красной нитью там проходит, конечно, душевное спокойствие и связь с Библией, с Богом, с высшими силами, с научными молитвами Джозефа Мерфи, это нужно понимать, так что вот, мои догадки, мои догадки, по поводу Джона Рокфеллера, понимаете, он так вот яро, будучи клерком, имея мало денег, будучи клерком, хотел разбогатеть и встал на эти духовные принципы, какие-то такие религиозные, духовные, десятины обязательно, то есть вы поняли, да, вот какие-то вот эти вот, он встал так твердо, вот, я так понимаю, что, конечно, Бог ему помог в душевном спокойствии, потому что, знаете, вот это, одно дело быть изначально богатым, а самому создать такую огромнейшую империю, управлять огромнейшей империей, богатеть и удержать ее. А здесь без душевного спокойствия. ну что, тринадцатое, своевременные действия. смотрите, как интересно, своевременные действия. Тринадцатое. душевный покой – это результат гнания, что на сегодняшний день мы сделали все возможное. и, как пишет Джонеф Мерфиа, сделать все, что от тебя зависит и передать ситуацию в руки Бога, чтобы он совершил. Но для этого нужно обладать такой верой. Ну что, заканчивает эта статья. Дорогие читатели, если душевное спокойствие станет вашей наивысшей целью, организующей все ваши действия, решения и поведение, вы станете более счастливым и эффективным в жизни, в карьере, чем при подобных, при любых других условиях. Так что вот, я понимаю, что Яндекс.Дзен – это статья на основе информации о том, что имеется в интернете. Ну что, позитивный настрой, что вы еще почитали? Свобода от негативных эмоций, отсутствие идеализации. Кстати, по поводу идеализации, я вам советую вот эти вот идеализации. Ох, это Александр Свияшеву к мышке. Он любитель. Я думаю, что это от него взяли вот эти вот идеализации, вот это вот. Настолько любить себя, чтобы не идеализировать кого-то. Немножко от себя так добавлю. Знаете, если вы кого-то, понимаете, какие, знаете, вот девушка влюбляется, идеализирует в свой партнер, что он такой идеальный, вот это вот, должен вот это сделать, то я вдруг, это такая вот, это вот такие ожидания, они рассыпаются, поскольку такая идеализация, понимаете, что кто-то такой идеальный. так что вот. Настолько любить себя и настолько быть спокойной, что принимать, в принципе, спокойно такие какие-то ситуации, так что вот. И в зависимости от ситуации реагировать. Если вас что-то не устраивает, просто сказать, а знаете, как это говорится, вот это вот, хотел немножко пошутить, просто спокойно говорите, что вы заняты, что у вас сейчас не так много времени, что вы очень заняты, то, что у вас работа очень заняты, чтобы тот какой-то объект занялся своими делами. Тем самым, дав ему понять, что вам это как-то не понравилось, ну, понимаете, переделать кого-то, нужно или, наверное, принимать, принимать его таким, какой он есть, или читать волшебную книжку графа Сен-Жермена и, знаете, трансмутировать негатив оппозитивом. Так что вот. Настолько войти вот это вот состояние любви к стать, советую вам прочитать книгу Клауса Джоу, Клаус Джоу, вот, книга из моей библиотеки, позитивное мышление и смежные науки, жизнь полной любви. Такая книжечка, советую вам почитать, а для любителей, как я там, нам звонят, нам звонят. Ну что, сейчас я подойду к телефону. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум, Са Айфудин. Я вас внимательно слушаю. Там вешаю трубку. Это вы звоните мне из Тинькофф Банка? Или вы мне хотите прислать черные икры? Или сто одну роду из Кении? Почему вы звоните, вешаете трубку? По этой причине я особо не подхожу к незнакомым номерам телефонов, поскольку я им говорю, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли, а они вешают трубку. Если бы вы мне прислали, конечно, сто одну роду из Кении, ах, эти розовые, красные розы, с этим Салмановым любят, черные икры, понимаете, вот эти пакеты с черной икрой, эти, знаете, вот эти вот корзины, знаете, с фруктами, с овощами, там сырые овощи, фрукты, вот, что там я еще такого рекламировала? Ах, ну да, можно омары, лобстеры, но вместе с морозильником, с красным, так что вот. Ну, можно и без морозильника, но не так много, я сразу тогда эти лобстеры сварю. Ну, что там я еще рекламировала? А, конфеты, торты. Как же праздник без торта? Север. Кстати, имейте в виду Север Метрополь, они как-то, знаете, у них такое объединенное, как-то вот, ну, уже много лет назад смотрела, торт там хотела купить, и смотрю, объединенное Север Метрополь, самое интересное. У них есть более дорогие торты, торты или торты, в общем, торты, 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 в общем, короче. Торты. По такой цене в три раза дороже, но это тогда, по тем временам было, так, торт стоил 300 рублей, а там тысячи с чем-то, 1200. Вот, и было написано, что на натуральных ингредиентах, натуральных сливках, вот, имейте в виду. Так что, те, которые, я так понимаю, вот это Метрополь Север, понимают, это все-таки, там много, как бы, все-таки это марка, марку они должны держать, все-таки, наверное, они что-то туда, ну, если у них эти торты более дорогие в три раза, там, это натуральные ингредиенты, натуральные сливки, натуральные ингредиенты, значит, что они кладут в обычное, у них обычное тоже дорого, и печенье, и те, как там, ну, в общем, эклеры, всякие эти наборы, вот эти вот, и торты, и пирожные, не знаю, они что, пользуются какими-то, ну, в общем, ну, у них узнаете, узнаете. Конечно, лучше покупать на натуральных ингредиентах, я всю кашку ем, всю эту кашку ем, вообще, мне приходится ее часто кушать, знаете, как говорится, как говорится, полезно для организма, для желудка, и вообще, если вы посмотрите, почитаете, я даже не часто ее кушаю, сказать, что я ее супер люблю, я бы лучше, конечно, сейчас съела свежую клубнику, свежую чернику, так что, вот, свежую клубнику, свежую чернику, органик кофе, со сливками, с мороженым, фисташковым, с кусочком тирамису, натуральным, а еще, конечно, что там, нарезку сыра, мазда, ох, может быть, такой, тогда, такой, поздний, ланч, завтрак, как в париже, пришел бы плавно в обед, такой, какой-то легкий салат, помидорки, огурцы, так что, вот, салмон, тиреяки, тиреяки, креветки, тиреяки, салмон, я люблю, тиреяки, салмон, вот, первый раз в жизни, первый раз в жизни, а все не знаю, сегодня же, в принципе, католическое отживество, первый раз в жизни, знаете, кто мне снился, Владимир Владимирович Путин, представляете, приснился, а я легла поздно, так что, вот, я вчера уборочкой еще занималась, полы мыла, в общем, кушала, готовила, кушала, полы, музыку слушала, легла поздно, часа в два ночи, вот, выключила и компьютеры, и телефоны, я не знаю, с утра встала, с утра встала, приняла душ, в общем, легла в два ночи, с утра встала, приняла душ, и опять еще легла, а, нет, я еще проветривала, я проветривала, я еще закаляюсь, хотя я посмотрела, минут 12 на улице, вот, я открывала, знаете, балконную большую, вот, это проветривание, и в этом, в общем, проветривала, проветривала, но эти звуки, я же не поняла, что там такое, что там у них, какие, в общем, там какие-то машины ездили, что там, какие-то ремонтные работы проходили, так проходили, особенно, когда у меня тут открыто было, вообще, совершенно невозможно было, уснул это было уже уже это было утром понятно были какие совершенно непонятные вот эти вот работы там что-то такие гу машин стоял смотрели не смотрела мне уже хватило вот этой вот то что там все заснимала канализации а я буду всему уникали канализацию провал потому что судя по всему они земли вот это вот это такое было чувство что они те руки открывают канализационные я подумала что я принципиально не будут смотреть и принципиально потому что если я посмотрю потом я возьму видеокамеру начнут она снимать а я подумала что нет в общем я решила что я сама она как говорит фэн-шуй неблагоприятное нужно зависеть как советует наталья правдина если высоковольтные вот эти вот какие-то в общем неблагоприятные провода и что там такое вы там посмотрите что неблагоприятно когда в окна а у меня это посмотрела мне постоянно нужно занавешивать меня напротив майк ока мои квартиры вот этого не стукал это наверно на бог это вот этого объема на то что высоковольтная огромная это энергетическая электростанция целая стоит там электрическая будка стоит огромных размеров я только сейчас догадалась что мне надо было все 30 лет завешивать плотно у меня плотно все завешено так что что они все плотно завешено об этом говорит фэн-шуй потому что явно вот это вот электрическая как называют электрическая не знаю как это что там в конце была такая будка есть огромная где-то будка электрическая с электричеством связанная но огромных размеров просто знаете карты что если высоковольтная она опасная насколько вот это я думаю что она в общем как-то вы поняли да ну и что делать фэн-шуй советую тогда плотно зависит плотно занавешивать короче шапать окна и шторы чтобы в общем вы поняли да не будем отыкаться нужно как встала приняла душ и опять и власть по в общем с двух ночи утречка встала приняла душ там минут двадцать двадцать пять вот и до трех часов дня я спала еще 12 часов 12 часов поспала я люблю поспать как пишет там свои книжки джотов мэрфи а войдите вот состояние в общем как-то прочувствуете вообще в общем подумайте над таким понятием вот я от себя говорю он пишет про косметический кабинет бога оздоравливаться омолаживаться во сне подумаю ну то есть очень надо будет где-то где-то найти где он конкретно об этом пишет но самой такой возможно также как и совершенно гениальные идеи книжки джотов мэрфи я взяла знаете как говорят там такая невероятная идея как бы знаете как сказала джона рокфеллер бог дал ему его деньги так что буду бог дал а здесь в книжке джоу мэрфи передайте свои деньги чтобы бог охранял ваши деньги передайте их в руки господа это звучит метафорично это не значит что нужно куда-то нести понимаете деньги остаются как бы у вас остаются вы понимаете везде вот это такая не то что там передать что потратить и потратить а сохранить и приумножить чтобы быть процветающим это идея вообще джоу мэрфи процветающим счастливым здоровым богатым так что вот но чем жемчужина жемчужина конечно здесь тоже надо почитать в общем это так я вам озвучила но если вы хотите вы сможете статьей сами ознакомиться нажимаете душевное спокойствие янгдзе ну конечно те жемчужины знаете великая наука искусство жизни в общем какие-то жемчужины можно и конечно в книгах великих книгах великих людей жемчужины как сказано в книжке наука быть великим не надо так быстро читать подряд прочитал как-то вот 13 вот это прочитал понимаете это информация душевное спокойствие вот эти вот тезисы не для того чтобы как-то прочитать быстро это не художественная литература понимаете это не клипа я не художественная литература это не муви это то на чем нужно подумать что нужно применять в своей жизни нужно обдумать как-то вот осознать принять это должно стать частью если вы считаете что душевное спокойствие должно стать частью вашей поэтому такие какие-то гениальные понимаете такие гениальные книги как где он была книжка путь к уверенной жизни норманда минсанта пила вот нужно читать перечитывать читать читать спокойно чтобы подчеркивать возвращаться основному подчеркнул это не художественную литературу сделал салмана художественную литературу не читает и вообще не прочитал ни одной книжки ни одной художественной книжки по литературе а это литература по психологии по позитивной психологии она требует определенного специального подхода потому что там много примеров что в тех книжках что в этих очень много примеров на различные случаи жизни и так далее потому что если вы почитаете книжки джозефа мэрфи к нему обращались в течение многих лет люди он им давал научные молитвы свои научные молитвы в зависимости от тех проблем которые у людей были вот потом эти люди уезжали читали эти молитвы и он просил их написать какой же был результат так что вот ну если они не хотели чтобы как-то озвучивали что как-то инкогнито чтобы он знал какой результат так что вот потому что в этих книгах приводит и как бы исцеление этих людей и кто от чего исцелился с помощью этих научных молитв так что вот это очень интересно и то что это помогало помогало в течение многих лет людям это не просто как-то вот это вот это очень интересно ну что хотелось сделать восемь минуточек позитива и строго по думаю все почитаю отрывки из книг и жемчужины какие-то поищу и что-то такое для себя еще повторил материал вот и в общем не каждый завтрак у меня завтрак в общем как он еда еще зависит от шрифта какой шрифт ну конечно я мастер экспромтом мастер экспромтом мастер экспромтом уже 53 минуты я уже снимаю хотела восемь минуточек позитива вот уже у меня здесь 53 минуты ну что творческий подход к жизни любую негативную ситуацию научитесь обращать себе на пользу а для этого нужен творческий подход когда человек увлечен творчеством или каким-то интересным делом он меньше внимания обращается на досадные мелочи самоконтроль и самообладание научитесь контролировать себя прежде чем научитесь контролировать ситуацию сохранить самообладание в ситуации вызывающий стресс можно двумя способами либо изменить саму ситуацию либо уйти от ситуации к занятиям другим делом обладать потоком раздражения поможет простое дыхательное упражнение 10 глубоких дыхательных выдохов это они рекомендуют посмотреть дружелюбное отношение к людям один из секретов один из секретов дружелюбного отношения к своему окружению но без лишней привязанности умения прощать прощайте людей и принимайте их такими какие они есть вы знаете я бы тебя хотела добавить они другие скажут прощались столько там такого вы поняли да что значит вот это вот какая-то совершенно если негативная ситуация это нужно простить и просто никогда не общаться вы поняли да если у вас вызывают негатив и какое-то раздражение какие-то люди с какими-то ну вы поняли да о чем я хочу сказать просто не нужно негатив не нужно злоба в себе держать потому что как пишет великая писательница и вообще вот этот как говорится как там автор многочисленные знаете у нее была такая книжка в общем по поводу вообще если в организме какие-то нарушения с чем это может быть связано очень интересно откуда она такое вообще наблюдение откуда она вообще взяла Луи Захей известная Луи Захей своими аффирмациями и вообще то есть такая в общем женщина которая поскольку она как она говорила в 45 она только начала жить в 45 так что вот и по поводу прощения там было как у нее написано это ее была фраза по-моему ее была фраза я в своей книжке пишу об этом что в этом роде если не прощают значит выпить я вы поняли да то есть вот это непрощение оно разрушает она так понимала что была специалистом вот и она в своих книгах советовала и видео прощать понимаете прощать вот я так понимаю простить но никогда не общаться чтобы не держать простить и отпустить а то он может кто-то неправильно как-то поймет смотрите когда человек никому не доверяет и ждет обмана со стороны людей он и живет в постоянном напряжении и стрессе в таком состоянии человек вряд ли будет испытывать счастье и радость так как он полностью сосредоточен на самозащите да смотрите вот человек который не доверяет живет в постоянном напряжении и стрессе так что задумайтесь так что первое секрет душевного спокойствия это принятие себя общества и мира в целом постоянная раздражительность и обеспокоенность могут быть симптомами неприятия мира других людей самого себя когда устремленному человеку не хватает гибкости окружающий мир постоянно служит для него источником недовольства и раздражения ему кажется что мир враждебная и неподатливая среда хотя в действительности окружающий мир просто отражает его внутреннюю жесткость перфекционисты некоторые люди перфекционисты требуют от своего окружения совершенства соответствие определенному идеалу но поскольку это совершенство существует лишь в их воображении они чувствуют себя жалкими и беспомощными перфекционисты одни из наиболее несчастливых людей кроме того что они несчастны сами они делают несчастными своих близких ну да знаете как бывает напридумывает или девушка или мужчина знаете образ напридумывает в образ влюбился подогнал как-то этот образ под какую-то в общем там вот эту вот девушку и ждет от нее каких-то вот этого перфекционизма ну это я вот немножко из книжек из книжек о любви а потом когда все это когда он пообщаться с реальным человеком и не один месяц и не один год все эти идеализации весь этот перфекционизм начинает рушиться вот и потом вообще непонятно что происходит почему он так относится почему он изменился так он был влюблен не в эту девушку он был влюблен в какой-то придуманный им образ так что вот ну почитайте 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 книжку ну что я тут не все прочитала что ты самообладает самоконтроль принятие ответственности за принятие полной ответственности за свои реакции на обстоятельства на наши чувства влияют не только внешние обстоятельства но и то как мы на них реагируем что мы думаем о происходящем не нужно принимать все близко к сердцу как говорится все проходит и уходит пройдет и это на самом деле человек способен выбирать реакции человек способен выбирать реакции в большей мере чем это осознает не если не не прият его Вообще, я бы сказала, вот вообще в таких книгах пишут, что реакция – это подсознательная реакция человека, и чтобы изменить, знаете, подсознательные реакции, нужно очень определенно, систематически работать над собой. Но это такое мое дополнение небольшое. Хотя от закренелых привычек невозможно избавиться одним нажатием кнопки. Для этого потребуется настойчивость и понятие механизма работы сознания для замены старых привычек на новые. Ну, о чем я и хотела сказать. Примите полную ответственность за свои реакции даже на повседневные мелочи. Маленькие победы приведут затем к крупной победе, самообладанию и более серьезных ситуациях. Аффирмация. Я отвечаю за это. Вернет способность управления собственными эмоциями. Не знаю, даже здесь приводят, как бы, даже Яндекс.Дзе, уже просто обычная статья, понимаете, не просто там что-то. Вот, Яндекс.Дзе советует аффирмации, повторяет аффирмации. Потому что если провести определенное исследование, взять людей различных социальных групп, различных социальных групп и поместить их в какую-то такую ситуацию, создать для них ситуацию, они будут различно реагировать в связи с подсознательными реакциями. Так что вот. Такая суммарная. Значит, что тут еще у нас? Юмор и смех. Аааа. Юмор. Ну, конечно, юмор. Юмор помогает там реагировать на жизненные перипетии и неудачи более спокойным, что в свою очередь сохраняет психическое и физическое здоровье. Чаще смейтесь и улыбайтесь. Правильная оценка ситуации и ее принятие. Чаще Татьяна Соломановна, Вы же зашлись. Отсутствие идеализации. Когда у человека нет идеализации, его невозможно вывести из себя. Спроецировать на скандал. Если Вас постоянно кто-то или что-то раздражает, значит, Вы идеализируете этот объект. Свобода от негативных эмоций. Ох, от негативных эмоций нужно освободиться. Ну да. Человек испытывает счастье и душевное равновесие, когда полностью свободен от деструктивных эмоций, страха, злости, сомнений, чувства вины, обиды и беспокойства. Это десятый я читаю. Как там? Душевное спокойствие. Яндекс Дзен. Имейте в виду. Татьяна Соломановна читает статью Яндекс Дзен. Как говорится, в рамках моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Соломановна. Мактум Саэйфудин. Мы с вами разбираем такую тему, как душевное спокойствие. Потому что, чтобы быть процветающим, необходимо быть здоровым. А чтобы быть здоровым, нам нужно обрести душевное спокойствие. Это понятно, да? Ну, великолепно. Так. Все негативные эмоции можно свести к злости. Самый сильный и разрушительный. Приступы злости – это признак слабости, демонстрация незрелости и отсутствие самоконтроля. Злость всегда находит выражение внутреннее или внешнее. Если человек обращает злость вовне, то он портит отношения с другими людьми. Злость, обращенная внутрь, когда человека сдерживает ее и подавляет, приводит к различным болезням. Любые отрицательные эмоции блокируют важные для нашего здоровья энергетические каналы. Поэтому в Японии очень интересная модела передачи. В Японии японцы, как бы у них, получается, живут они в небольших, у них такое, знаете, жилье, как-то вот такое, такие компактные квартирки. В принципе, у них даже есть такие боксы для сна очень интересные. То есть там вообще какие-то отели просто какие-то, знаете, как это, как, знаете, такая машина для загара, понимаете, такая вот эта штука для сна вообще. Какие-то отели, такие капсульные отели, очень интересные. Можете посмотреть на Ютубе. Так вот, я не об этом. Я так смотрела, что японцы после рабочего дня, как говорится, идут вот эти какие-то автоматы играть или в чем-то такое. В общем, выпустить какой-то вот этот вот негатив. Они не идут домой, хотя не знаю, что они проигрывают деньги. В общем, там было сказано, они или играют в автоматы, или идут в какие-то такие эти штуки, что там такое, боксировать. То есть выпустить вот этот какой-то негатив, накопившийся за целый день. Потому что японцы, кстати, об этом тоже говорит Ирина Хакамада. Ну вот, понимаете, это очень сдержанные такие, пол-лайн, люди пол-лайн, сдержанные, что их, понимаете, вот такая нация. Но это не значит, что, понимаете, у них, наверное, может быть внутри все вот это бурлит и там где-то кипит, а они должны быть пол-лайн, они должны быть сдержанные, а эти эмоции надо куда-то выплеснуть. Вот, поэтому они после рабочего дня, все эти эмоции, у них определенные есть вот такие вот системы, где они вообще выплескивают вот эти вот эмоции, чтобы не приносить их домой, чтобы на следующий день прийти совершенно спокойно, опять пол-лайн, опять пол-лайн, правильно я сказала. Ну, в общем, таким, в общем, таким очень-очень спокойным, вежливым, невозмутимым, вот такие вот дела. Очень интересные, очень интересные. Это мы переходим плавно. Сан-Жермена, книги Сан-Жермена, понимаете, алхимия, трансмутация, знаете, негатива, позитива, но это высший пилотаж, это высший пилотаж, кто-то в это не верит, Сан-Жермен, который там жил там несколько вообще, как говорится, вот это вот как там, через 300 лет выглядел так же на 40, в общем, не каждый в этом, не каждый это может понять, понимаете, что кто-то там, типа там, 300 лет, а он опять вот где-то вот здесь, а ему 40 лет, в общем, вы поняли, да, кто-то думает, что сказка, в общем, сказки, они хороши, в общем, это, конечно, все великолепно, но ближе к жизни, понимаете, вот это вот работа, дела, оплата, наплата платежей, в общем, это понятно, да? Хорошо зарабатывать, чтобы хорошо жить, чтобы питаться там в кафе, в ресторанах, покупать хорошую еду, большее жилье, там, не знаю, место, квартира, шикарный дом, лучшую машину и так далее, чтобы путешествовать, вот, хорошо, сдавайте сюда, значит, к чего там? Перестаньте подпитывать негативные эмоции и лишите их энергии, отказавшись искать им оправдания, отриспляясь с ними и принимая близко к сердцу действия окружающих. 99 негативных переживаний обязаны своими возникновениями привычки винить в собственной несчастье кого-то другого. Ну что, позитивный настрой мысли. Вообще, по-моему, Владимир Владимирович Путин мне снился даже два раза, он мне вчера тоже снился, или он мне сегодня приснился два раза. А знаете, какой смысл был? Кстати, смысл сна, я даже потом проснулась, задумывалась. Понимаете, смысл такой, что, знаете, у меня вообще-то очень жестко, я вообще считаю, что я такая вообще такая мягкая и пушистая. А что знаете, что у меня очень жестко, как варнии. Кстати, вы можете спросить об этом Дениса Костина. Так что вот. Это когда мы приехали на его машине в Белоостров, в Белоостров на ежедорожную 20. Вот. И он как-то интересно, у него была такая стрижка, и там вроде как, вот, когда мы на ежедорожную приехали, ну, вот в этот день я обратила внимание, что он приехал, и он, знаете, вот так вот, знаете, как-то был таким вот, сделал такую прическу, прическу армейскую. Я к нему так посмотрела, и, в общем, как-то я считала такую информацию, что, в принципе, как там, ну, вы поняли, да, в общем, что-то такое, даже такое. Ну, ничего такого не сказал, ничего такого не сказал. Вот. Но из того момента я сделала, конечно, вывод, да. Ну, а что, ремонты, понимаете? Я до сих пор, не знаю, мы жалеем, да, что потратили столько денег, 15 миллионов рублей потратила, продала квартиру, парковку, ремонт. Но до сих пор ремонт не закончен, у нас же дорожные 20 на моей половине участка и дома. Так что вот, я делала ремонт, такой шикарный, шикардос, ну, Эллинг, четыре этажа, об этом в Петеркопе, Недерейская, Дума, 1 литера, Эллинг, 24, так что вот. Здесь такая покраска, окраска у меня была. Потом перекрашена. Это возвращаясь к душевному спокойствию. Если бы вы меня спросили 5 лет назад, нет. Если бы вы меня спросили 10 лет назад, нет. В 2007 году. Это вообще точно без вариантов. Если бы я продала в Оховске, я сразу купила две квартиры, стала бы, в одной бы жила, в другой бы сдавала, на эти деньги я бы жила, или, понимаете, деньги я положила в разные банки, под эти подстраховочные государства, миллионы рублей получала бы проценты, но ни в коем случае не получала бы таких смс, как сегодня, по типу вы должны тысячи рублей, как они у меня сегодня пугали в их смс. Ну, в общем, я когда получаю такие смс, я очень задумываюсь, ну, в общем, на эту тему. Ну, в общем, вы поняли, да? Насколько бы я была богата? Я могла бы жить вот в этой квартире. А 15 миллионов рублей у меня бы лежало в банках, в 15 банках по миллиону рублей, и у меня были такие бы огромные проценты, я бы шикарно на них жила. Но это как вариант. Так что вот. Но, с другой стороны, я там все, Михаил Маратович, написала, как вы там считаете, будет ли у Татьяны Талманны, куплю ли я гранд-отель в Европу, кто-нибудь может сказать, мы вообще не поняли, живет там, это, в спальном районе. Одно дело, была там миллионерша, думала, какой-то бизнес большой, провернуть гранд-отель купить, мы вообще как-то не поняли. Или, в общем, как-то вот это, по типу, купить ли она вообще гранд-отель в Европу и так далее. Знаете, как говорят, цель должна быть большой. Как там, советуют Тони Роббинс, это по Тони Роббинсу. Цель должна быть высокой. Вот такие вот дела. То есть не надо не зацикливаться. Конечно, не надо зацикливаться. Вот Ирина Хакамада, она не хочет связываться, понимаете? Она нашла свою нишу преподавания, она не хочет, потому что люди знают. Татьяна Салманна даже, как бы, в общем, вы поняли, да? Ну, просто, Ирина Хакамада, она сходила в большой туда, знаете, как там, что там она даже, ну, в общем, занимала такие большие посты, посты. Она как бы знает и в курсе, поэтому, знаете, она как-то вот эти книжки, в общем, преподает, пользуется популярностью, зарабатывает сколько ей надо на жизнь, и живет шикарно. Просто, предположим, такую ситуацию, просто если вы не знаете, я тоже не знаю, как бы тоже, я, честно говоря, знать не хочу. Это очень азартные люди. Это, знаете, как Михаил Фридман, вот смотрите, как он говорит о бизнесе. Даже, предположим, появились деньги, даже, предположим, я заработала такие шикарные деньги, честным путем, купила этот отель. И вы представляете, удержать этот отель, управлять этим отелем, удержать, чтобы он был прибыльный, понимаете, там что-то идет в губль, это нужно туда вложение делать, а где брать деньги, понимаете, то есть, это могут быть, то есть, там столько вопросов возникает, а удержать. Так что вот. Правильно, Детяна Салмановна двигает себя более, знаете, калибру-дерибаски, вообще нужно ближе к власти двигаться, ближе к президенту, нужно не очень быть на глазах, как советует Михаил Маркович Фридман, вообще ближе к олигархам, потому что они знают, они понимают, они разбогатили, они знают, кто-то будет держать. Может, другой стороны, они, конечно, знают, но если говорить о базарте бизнесе, кто будет с вами делиться бизнес-секретами? Там вот было 15 миллиардов, разбогател, уже 18 миллиардов, понимаете? Это уже результат, это не просто там что-то там вот это, это вот это результат. Так что вот. Ну что? Это очередная передача в моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактун, Сайфуддин. С вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Мактун, Сайфуддин. Татьяна Салмановна Мактун, Продолжение следует...